Защита интересов жителей остается главным приоритетом в работе надзорного ведомства, отметил главный прокурор края Леонид Корженек. Ведется работа по взысканию задолженности по зарплате с работодателей. На особом контроле эффективное банкротство предприятий. Таких случаев немало на территории края. Также сейчас активизирована работа по борьбе с самостроями. Леонид Корженек потребовал от своих коллег в районах тщательнее проверять все уголовные дела, связанные с незаконным строительством, и главное – доводить их до суда. Геленджик, строят где хотят. По Краснодару давал поручение, даже разобраться, дел уголовных нет, решений кардинальных нет, парковая территория застраивается. Я вас прошу, посмотрите, пожалуйста, более предметно на эти вопросы. Есть. То последнее скоро все распродадут. Поддерживает главного прокурора Кубани Александр Ткачев. Несколько месяцев назад администрация края объявила войну самостроем. По мнению главы региона, только совместно власть, прокуратура и суды смогут искоренить это явление в крае. Действовать всем необходимо более решительно. Эти дома росли, как грибы, не один день, а недели, месяцами. Многие видели, закрывали глаза. Это то, что мешает сегодня, и мы должны с этим бороться всеми способами. И статьи всех уголовного кодекса, и мошенничество, и незаконное предпринимательство. Я вижу, что то, что мы делаем с вами, это уже приносит плоды. Надо заставить уважать закон. Отдельно Александр Ткачев затронул тему нелегальной миграции. В этом вопросе тоже должны взаимодействовать и правоохранители, и власти. Работодатели идут на любые ухищрения ради своей выгоды. И церемониться с теми, кто покрывает такой бизнес, нельзя. Неконтролируемые миграционные потоки угрожают безопасности в регионе, считает губернатор. А этого нельзя допустить, ведь в край приезжают миллионы туристов. Задача – обеспечить комфортный отдых и, главное, безопасный. Это касается и продуктов. Вино по закону теперь относится к сельхозпродуктам. Но качественный виноградный напиток купить сложно. Авторитет добросовестных виноделов подрывают производители фальсификата. Александр Ткачев попросил органы прокуратуры подключиться к решению этой проблемы, чтобы суррогат больше не появлялся в магазинах и на рынках. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.